Сбор в полном составе за депутатскими столами и в зале ни одного пустого кресла. Ведь вопрос сложный и важный, как никогда. Целый пакет антикризисных мер глава региона представил лично. Я предлагаю после сегодняшней сессии ЗСО термин бюджетный кризис убрать. Потому что если сегодня будут приняты положительные решения, то мы сократим дефицит бюджета с 4,5 до 1 миллиарда рублей. То есть мы сможем до конца этого года остановить рост долговой нагрузки. Меры необходимые, это понимают всем. Поэтому из-за секвестр бюджета почти на 3,5 миллиарда рублей депутаты проголосовали единодушно. Расходы урезали во всех сферах – образование, здравоохранение, строительство, спорт. На их развитие пока нет денег. Обеспечивается бесперебойная работа всех бюджетных организаций, всех отраслей. И обеспечивается финансирование отраслей на уровне не ниже 2011 года, прошлого года. Обеспечивается выплата заработной платы в полном объеме с учетом последнего повышения. Обеспечивается текущее содержание отраслей. Мы фактически говорим о сокращении расходов, которые носили капитальный характер, которые были направлены на развитие. Инвентаризация региональных льгот – вопрос самый больной. Почти два месяца его обсуждала согласительная комиссия. Депутаты и члены правительства, прокуратура и общественники. В итоге подавляющее большинство региональных льгот будет сохранено. Область продолжит выплаты ЕДВ в 750 рублей как для ветеранов труда, так и для детей войны. Остаются также ежемесячные 50-процентные компенсации за услуги ЖКХ и ежегодные за дрова и сжиженный газ. Будут выплачиваться и единовременные пособия для малоимущих семей, где дети идут в первый класс или на свет появился второй малыш. Что касается льготного проезда для пенсионеров в городском и пригородном транспорте, то на эту тему долго спорили, но решили приостановить действие льготы, начиная с 1 октября, что называется до лучших времен. Как только бюджет будет у нас недефицитный, мы можем вернуться к этой теме. Но хочу обратить внимание, что денежные выплаты ЕДВ в 750 рублей у нас самые крупные не только на северо-западе, но если крупные города Москвы и Санкт-Петербург не брать, то и в стране. А туда, когда шла монетизация льгот, вошел проезд. Поэтому проезд практически был оплачен дважды. Кроме того, в области будут отменены льготы на проезд для студентов-отличников, выплаты волокжанам, имеющим заслуги перед областью, пособия чернобыльцам и ветеранам боевых действий. По двум последним пунктам потери компенсируются федеральной поддержкой. Федеральное законодательство постоянно повышает, индексирует данным категориям выплаты на федеральном уровне. И они достаточно существенные. Ну и следующий момент. Мы же не полностью отменили эти льготы. Адресно каждый, кто нуждается в этой помощи, дополнительной помощи, тому помощь будет оказана. Именно адресная помощь должна стать главной мерой социальной поддержки в области. С этим сейчас согласны и депутаты, и члены правительства. Именно поэтому предложено разработать в регионе механизм так называемой паспортизации льгот. То есть, по сути дела, на каждого льготника будет составлен свой социальный паспорт, в котором будет указано его материальное положение и тот уровень социальной поддержки, в котором этот человек нуждается. Впрочем, сокращение расходов даст лишь кратковременный эффект. Поэтому программу укрепления доходной части бюджета губернатор также представил на сессии. Один из главных пунктов – борьба с серыми зарплатами и налоговыми недоимками. Ожидается, что ежегодно 4 тысячи граждан увидят повышение заработной платы до среднеотраслевого уровня. И полторы тысячи недобросовестных налоговых агентов погасит накопленные долги по НДФЛ. Эффект для бюджета по НДФЛ за три года составит 1,4 миллиарда рублей. Всего в программе не один десяток пунктов. В итоге предпринятые меры должны за три года принести в бюджет более 4 миллиардов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...